Глава двадцать шестая. Глава двадцать шестая. Собственно, трудно предсказать, как долго еще мы сможем продолжать передачу, как невозможно определить, сколько людей сейчас слышат. Аккумуляторы работают ненадежно, аварийные дизель-генераторы в городе по непонятной причине выходят из строя, да и остальные двигатели внутреннего сгорания, включая автомобильные, ведут себя непредсказуемо. Телефонная сеть работает с перебоями, а сотовые телефоны фактически бесполезны. Аэропорт О'Хара, как вы, наверное, и сами догадались, полностью закрыт, и это вносит сумятицу в расписание рейсов по всей стране. Томас стоял на кухне у газовой плиты, он жарил оладьи и слушал старенький Мёрфен транзисторный приемник, стоявший рядом на тумбочке. Он кивнул мне, приложил палец к губам и выразительно покосился на радио. Я кивнул, скрестил руки на груди и, прислонившись к дверному косяку, принялся слушать продолжение выпуска новостей. Официальные власти воздерживаются от комментариев по поводу происходящего, хотя администрация мэра опубликовала заявление, в котором в качестве причины аномальных событий называется «повышенная солнечная активность». Томас фыркнул. Диктор продолжал болтать. Это объяснение не вызывает особого доверия, поскольку в пригородах южнее Джолье все городские сети функционируют нормально. Остальные источники выдвигают самые различные предположения, от масштабного розыгрыша на Хэллоуин и до взрыва какого-то электромагнитного устройства, импульс которого нарушил работу городских энергосистем. По последним сообщениям пресс-конференция по этому опросу назначена на вторую половину дня. «Мы будем оставаться в эфире до окончания нынешнего кризиса, чтобы держать вас в курсе событий». Голос диктора прервался треском атмосферных разрядов. Томас протянул руку и выключил радио. «Двадцать минут уже слушаю», — сообщил он. «Чистый сигнал шел, дай бог, чтобы пять минут из них». Я хмыкнул. «Ты понимаешь, что происходит?» «Возможно», — кивнул я. «Где Баттерс?» Томас мотнул головой в сторону задней двери. «Пошел прогулять, мыша». Я сел на табуретку у маленького кухонного стола, чтобы снять вес с больной ноги. «Сегодня будет еще хлопотнее», — сказал я. Томас перевернул оладью на сковородке. «Все те же наследники Кеммлера». «Угу», — подтвердил я. «Если Мэп права насчет того, что они собираются сделать, кому-то необходимо остановить их до полуночи». «Почему?» «Потому что после этого я вообще не уверен, что их, возможно, будет остановить». Брат кивнул. «Думаешь, сможешь одолеть их?» «Они бьются друг с другом», — сказал я. «Они больше боятся своего же брата-некроманта, чем меня». «Хм», — смыкнул Томас. «Но ты и думаешь, что справишься с ними». «Нет». «Тогда то, о чем ты говоришь, чувак, не героизм даже, это просто самоубийство». И я покачал головой. «Мне не обязательно убивать их. Мне нужно только остановить их. Если я сыграю все правильно, мне вообще не нужно будет ни с кем драться». Томас перевернул другую оладью. «Поджаренная сторона вышла идеального светло-коричневого цвета». «И как ты собираешься это проделать?» «Для того, чтобы у них выгорели все их игры в бога, им необходимы две вещи», — сказал я. «Эрлкинг и знание слова Кеммлера. Если я лишу их и того, и другого, весь бум-тарарам отменяется». «Ты разгадал эти цифры?» «Нет». «Тогда что? Ты собираешься напасть на Эрлкинга, чтобы не дать ему показаться?» Я мотнул головой. «Из того, что рассказала Мэп, у меня сложилось впечатление, что Эрлкинг выступает в той же весовой категории, что и она». «Она крутая?» — спросил Томас. «Круче некуда». «Значит, убить Эрлкинга ты не можешь. Тогда что?» «Я сам призову его». Он удивленно выгнал бровь. «Послушай, каким бы он там ни был могущественным, он не может находиться в двух местах одновременно. Если я призову его и типа займу чем-нибудь, наследники не смогут призвать его на свою церемонию». Он кивнул. «И как ты собираешься призывать его?» «Книга», — ответил я. «Наверняка это одна из песен или стихов. Где-то среди них прячется заклинание, умеющее привлечь внимание Эрлкинга». «Но книги у тебя больше нет», — заметил Томас. «Угу», — кивнул я. «Над этой загогулиной я еще не поработал». Томас кивнул в искреб со дна миски остаток теста и плюхнул его на сковородку. «Даже если тебе удастся придумать, как призывать Эрлкинга, тебе не кажется, что он может быть того? Типа опасен». «Возможно, но камнем безразличен, а значит, не так опасен, как любой из наследников. Тот, заделавшись богом, наверняка решит расквитаться со мной за некоторые доставленные неприятности», — я пожал плечами. «И потом, в этом случае, единственный, кому будет грозить опасность, это я». «А вот и нет», — возразил Томас, — «я буду с тобой». Почему-то я не сомневался в том, что он скажет что-нибудь в этом роде. И все равно, мне было приятно слышать это. Конечно, Томас — штучка с ручкой, и он далеко не всегда самый приятный человек в мире. И все же он мой брат, он меня не бросит. Чем труднее для меня было произнести следующие слова. «Тебе нельзя», — сказал я. Выражение лицо его разом сделалось нейтральным. «Из-за Мавры?» «Нет», — мотнул головой я, — «потому что я собираюсь задействовать Белый совет». Томас уронил лопатку на пол. «Придется», — объяснил я. «В прошлый раз, чтобы одолеть Кеммлера и его учеников, им пришлось собрать всех стражей. «Возможно, мне не удастся предотвратить появление Эрлкинга. Если это случится, кто-то должен напрямую помешать наследникам. Я этого не могу, а стражи могут. Только и всего». «Ясно», — произнес он, — «но это не объясняет того, почему я не могу пойти с тобой. Потому что для них ты, Томас, всего лишь вампир Белой коллегии, с которым мне полагается находиться в состоянии войны. Это может дать тем членам совета, кто меня не любит, повод усомниться в моей верности. И даже если они поверят, что я не действую против совета, и что я не нахожусь под твоим влиянием, они все равно будут относиться к тебе с подозрением. Они потребуют заверений в том, что ты с нами. «Они будут использовать меня», — полголоса произнес Томас. «Использовать против тебя». «Они с радостью используют нас обоих друг против друга. Вот почему тебе не должно быть поблизости, когда они появятся». Томас повернулся и внимательно посмотрел на меня. «А как быть с Мерфи? Если ты впутаешь в это дело совет, Мавра же ей всю жизнь переломает». Я задумчиво пожелал губу. «Мерфи не хотела бы, чтобы я, защищая ее, рисковал жизнью невинных людей. Если один из наследников превратится в темного бога, погибнет куча народа. Она не простит мне, если я спасу ее такой ценой», — сказал я. «И потом, в данном случае, речь идет не о поисках слова, только о том, как остановить наследников. Я и в этих условиях смогу достать Мавре эту чертову книгу и выполнить условия сделки». Томас сделал глубокий вдох. «Думаешь, это разумно?» «Не знаю», — признался я. «Она не жива в полном смысле этого слова. Я сомневаюсь, чтобы Кеммлеровы технологии сочетались с той магией, которую она практикует». «Если так», — не успокаивался Томас, — «зачем ей эта книга?» «Чертовски хороший вопрос». Я потер глаза. «Все, что мне ясно пока, — это то, что мне необходимо остановить наследников и защитить Мерфи». «Если совет узнает, что ты собираешься использовать их для того, чтобы отдать книгу Кеммлера вампиру черной коллегии, тебе могут грозить большие неприятности». «Ну, если и случаться, то очень ненадолго», — заметил я. «Стражи казнят меня, не сходя с места». «Боже, и ты на это идешь? От рук своих же. Привык уже». «С минуты мы оба молчали». «И ты хочешь, чтобы я отсиживался в стороне?» Нарушил тишину Томас. «Не хочешь, чтобы я помог?» «Я как-то выбора особого не вижу», — сказал я. «А ты?» «Ты мог бы просто выйти из игры. Мы могли бы улететь в Орубу или еще куда. Я только посмотрел на него». «Ну ладно», — сдался он. «Ты не отступишься. Я просто надеялся на лучшее. Ведь могу я надеяться или нет? Мне просто тошно от мысли о том, что придется сидеть в стороне, когда тебе, возможно, понадобится моя помощь». Он вдруг нахмурился. «Сукин сын вонючий, ты нарочно это делаешь, чтобы защитить меня, да?» «Ну, выглядит так», — сказал я, — «считай это плата из-за твоей таблетки». Он поморщился на кивну. «И спасибо», — добавил я в полголоса. «Ты говорил дело, отдых был мне необходим». «Еще бы не дело», — хмыкнул Томас. «Ты бы на себя тогда посмотрел, словно вот-вот в обморок брякнешься. Да у тебя и сейчас вид так себе». «Я жрать хочу». «Ты эти оладьи на завтрак готовишь или так, для украшения?» «Поиздевайся здесь еще», — отозвался Томас. Он вывалил готовые оладьи из миски на тарелку и поставил ее на стол рядом с бутылкой кленового сиропа. «Вот, с днем рождения». Я зажмурился, потом посмотрел на оладьи, потом на него. «Мне, конечно, полагалось бы вручить тебе подарок, но...» Он пожал плечами. «Нет», — пробормотал я, — то есть... «Нет, все окей. Я просто не ожидал, что ты об этом помнишь. С тех пор, как Сьюзин уехала, никто не вспоминал о моем дне рождения». Томас положил оладьи себе и поставил на стол чистую тарелку для баттерса. Потом сел за стол и принялся за еду. Сиропом он оладьи не поливал. «Только не превращай этот черти во что. Я типа сам удивляюсь, что вспомнил». Он кивнул мне и сменил тему. «Значит, ты думаешь, что гривейный собиратель трупов выключили свет?» Я мотнул головой. Оба напрягались по полной, пытаясь собрать под свое начало побольше мертвяков. Поэтому собиратель и наскакивал на гривейна с мечом. Потому ему и пришлось защищаться от нее физически. «Когда кто это сделал?» «Коул», — ответил я. «Его вчера вечером не видно и не слышно было. Я так думаю, он был слишком занят, устраивая это, чтобы заниматься разборками с гривейным и собирателем». «Но почему Коул?» «Потому что заклинание для этого требуется самого большого калибра. Спроси меня вчера, и я бы ответил, что такое вообще невозможно. Не знаю, как он это проделал, но...» Я поежился. «Его магия сильнее моей. И даже потому, что я видел из его техники, у него и навыков больше. Если он так же хорош в томатургии, как в призывании духов, чародея сильнее его, я еще не встречал». «Не уверен, что то, как он это проделал, так же важно, как зачем», — заметил Томас. Я кивнул. «Он получает уйму преимущества. Парализует силовые структуры смертных, отвлекает копов и всех прочих, чтобы те не мешались у него под ногами». «Но это только один повод. Ты говорил что-то насчет мощения пути?» «Угу. Я прожевал оладью с сиропом. Черная магия очень тесно связана со многими негативными эмоциями, особенно страхом. Поэтому если ты делаешь что-то, напугавшее чертову уйму народа, ты делаешь среду более благоприятной для черной магии». «Этот трюк, сеет хаос, приводит в расстройство множество людей и наверняка поможет главному шоу, намеченному на 1 ноября, точнее, на сегодняшний вечер». «Ты уверен, что на сегодня?» Я кивнул. «Совершенно. Хеллоуин ведь. Барьеры между миром смертных и миром духов сегодня слабее всего. Если им нужно как можно больше духов, чтобы пожрать для увеличения собственной силы, наловить их легче всего сегодня. Все фокусы с черной магией, что устраивают они по всему городу, это часть такой подготовки, создают спиритические завихрения и облегчают применение все больших объемов черной магии». Томас слушал меня, кивал и ел. «И как интересно, — спросил он, проживав, — ты собираешься вызвать совет, если телефоны отключены?» «Альтернативные каналы связи, — ответил я. Пошлю гонца». «А мне в это время, — произнес Томас не без горечи, — что, сложа руки сидеть?» «Нет, не сложа руки, — заверил я его. Тебе предстоит рассчитать, откуда им удобнее всего призывать самых древних духов. И еще я оставлю тебе копию цифр костлявого Тони. Попробуй понять, что они означают». Он погонял по тарелке кусок оладьи. «Древние духи приходят с кладбища, так?» «Возможно, — согласился я. Однако порой они привязаны не к географическим точкам, но к тем или иным предметам. Посмотри, что удастся нарыть насчет захоронения археологических раскопок североамериканских индейцев. По давности они примерно соответствуют тому, что нужно наследникам. «Ясно», — кивнул Томас, без особой правды убежденности в голосе. «И ты хотел еще, чтобы я подумал над цифрами?» «Вместе с Баттерсом», — уточнил я. «Он может помочь по обоим направлениям. Он чертовски сообразителен». «Если он, конечно, захочет помогать», — заметил Томас. «Он вполне может решить забрать фишки и выйти из игры, пока еще жив». «Если он так сделает, придется тебе поработать в одиночку», — сказал я. «Но мне кажется, он не захочет». Дверь со двора распахнулась, и в кухню вывалились Баттерс с задыхающимся мышом на поводке. Пес, прихрамывая, подошел ко мне, ткнулся мокрым носом в руку и дождался, пока я почешу его за торчащим под неправильным углом ухом. «Твои что, не захочет?» — поинтересовался Баттерс. «Ого, оладьи. А мне осталось?» «На плите», — сказал Томас. «Класс!» «Баттерс», — повернулся я к нему, «послушайте, в принципе, вы вольны дальше делать все, что считаете нужным. Если хотите, я отвезу вас домой после завтрака». Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Конечно хочу. Октоберфест ведь сегодня и конкурс». Томас выразительно покосился на меня. Баттерс посмотрел на меня, потом на него, потом опять на меня. «Вы хотите, чтобы я что-то сделал?» «Возможно», — кивнул я. «Надо кое-какие изыскания проделать. То есть я абсолютно пойму вас, если вы решите уехать. Типа от добра добра не ищут. Но и помощь ваша нам не помешает, это правда». «Изыскания», — повторил Баттерс. «Какие изыскания?» Я объяснил. Баттерс прикусил губу. «А меня... Никто не попытается меня убить за то, что я делаю это?» «Не думаю», — ответил я. «Впрочем, не хочу вам врать. Это чертовски опасное братье. Я не могу предугадать, что им еще придет в голову». Баттерс кивнул. «Но... Если вы не добудете этой информации, что случится?» «Остановить их будет еще труднее». «А если вы не остановите их, что тогда?» Я отложил вилку. Аппетит мой разом куда-то пропал. Один из них получит в руки власть космического масштаба. Меня убьют. И множество невинных людей. И одному богу известно, что можно натворить, обладая такой властью в долгосрочной перспективе. Баттерс опустил взгляд на свои оладьи. Я ждал. Томас тоже молчал. Его аппетит явно не пострадал, так что некоторое время единственным звуком в кухне оставалось позвякивание его вилки и ножа по тарелке. «Это важнее меня», — произнес наконец Баттерс. «Это важнее даже, чем Полька. Так что, пожалуй, я помогу». Я улыбнулся ему. «Премного благодарен». Томас поднял взгляд и внимательно посмотрел на Баттерса. «Угу». Баттерс кивнул и поморщился. «Если я уйду, зная, что могу помочь...» «Я не знаю, смог ли бы я жить дальше с этим. То есть, если бы вы попросили меня стрелять в кого-нибудь или чего еще такого, я бы сразу сделал ноги». «Но изыскание — другое дело». «Изыскание — это по моей части». Я встал и легонько хлопнул Баттерса по плечу. «Томас объяснит вам, что надо». «А вы куда?» Спросил он. «Мне нужно выяснить, как призвать Эрл Кинга», — ответил я. «Это для этого все так гоняются за этой книгой?» «Наверняка поэтому». «Но она ведь была у вас в руках?» «Черт, да вы ведь ее прочитали. Я провел рукой по глазам». «Угу». «Знаю. Но тогда я еще не знал точно, чего в ней искать». Баттерс кивнул. «Досадно». «Есть немного». «Жаль, что память у вас не фотографическая», — заметил Баттерс. «У нас в колледже учился один парень с такой. Этому ублюдку достаточно было разглянуть, и он через неделю запросто из головы как по бумажке шпарил». «Тут меня осенило. Я даже дернулся от возбуждения». «Что вы сказали?» «Э, что у вас нет фотографической памяти». «Да», — протеял я. «Баттерс, вы гений». «Ну да». Кивнул он и тут же спохватился. «Правда?» «Натуральный гений», — сказал я. «Просто с ума сойти». «О, хорошо». Я встал и принялся собираться. «Где тот рюкзак, который я просил вас принести?» «В гостиной», — ответил Баттерс. «А что?» «Он вам может пригодиться». Хромая вышел я в гостиную и вернулся с рюкзаком на ходу, ощупывая выпуклость в месте, где лежал Боб. Потом взял куртку, сунул в карман ключи от машины и направился к двери. «Куда ты сейчас?» — поинтересовался Томас. «В дозор», — отозвался я. «Тебе не стоит ехать одному». «Возможно, не стоит», — согласился я, «но поеду». «Хоть мыша возьми», — настаивал Томас. Томас услышал свое имя и поднял голову. «Чтобы держать поводок в зубах», — возразил я. «У меня только одна рабочая рука, не забывай». Томас нахмурился, но пожал плечами. «Ладно», — буркнул он. «На телефоны полагаться нельзя», — напомнил я и бросил ему рюкзак. Он поймал его на лету. «Боб знает, как связаться со мной, если вы обнаружите что-нибудь». «Ты понял, Боб?» «Я вольгер, комендант», — отозвался приглушенный голос из рюкзака. Баттерс пискнул и едва не упал со стула. «Что это?» «Объясни ему», — попросил я Томаса. «Свяжусь, как смогу». «Брат кивнул мне». «Удачи». «И поосторожней, ладно?» «И ты». «Держи ухо вострою еще раз спасибо, Баттерс». «Да не за что. До скорого», — Баттерс потыкал в рюкзак вилкой. «Эй», — возмутился Боб изнутри, — «прекрати, щекотный ведь». Я отворил дверь во двор. Ночной отдых пошел мне на пользу, а сознание того, как можно остановить наследников Кеммлера, придавало моим действиям электризующий смысл. Я подошел к машине, почти не ощущая боли в ноге. Я повернул руку, и там на ладони чернел написанный маркером телефонный номер Шилы. «У меня нет фотографической памяти, но я знал, у кого она есть». Я не вижу, и там на ладони чернел записи. Продолжение следует...